На улице плюсовая температура и лужи, но слякоть не мешают юным фигуристам и любителям катания на коньках проверить лед на прочность. Благодаря системе айсматов, сети резиновых трубок и холодильным установкам каток может работать до плюс десяти. Думаю, этот год будет очень классным. Да, вообще, открыли каток просто все, супер, мне очень нравится. Уровень сервиса и нововведения на театральном катке приехал оценить глава округа Дмитрий Волошин. В свою очередь химчане дали свою оценку катку. Мы хотели от лесожителей химов, от наших маленьких детей сказать вам большое спасибо. Второй год здесь ездим, очень классно, нравится каток. Я думаю, что в первую очередь спасибо надо сказать нашему губернатору Андрею Юрьевичу Воробьеву, потому что это его проект. А мы просто те люди, которые эти проекты реализуют уже непосредственно руками здесь. Настроение хорошее? Настроение хорошее. У нас появилось кофе с выходом. В этом году в дополнение к традиционному зимнему фудкорту установили кафе с панорамным видом на лед. Дети могут замерзнуть и взрослые. Иногда хочется просто чашку кофе выпить или чай горячий, сесть спокойно. Посмотреть, как катаются другие. Также впервые открывается секция фигурного катания. Десять тренеров-профессионалов будут помогать юным и взрослым химчанам осваивать коньки. Занятия индивидуальные и групповые. Химки стали первым городом в московском регионе, где открыли зимний каток. В прошлом году у нас было более 100 тысяч посещений нашего катка. В этом году мы его модернизировали, сделали больше раздевалку, открыли кафе, на террасе которого мы с вами находимся. И очень важно, что в это кафе можно попасть, не снимая коньки. К слову, раздевалка в этом году стала больше. Более чем в два раза. В третий год подряд каток работает бесплатно. Если нет своих коньков, можно взять в пункте проката за символическую плату. Всего в течение дня будет 6 сеансов, каждый по полтора часа. А единовременно на катке может находиться до 200 человек. Купить же билеты можно как на сайте, так и в кассе. Сайт легко найти по запросу «Театральный каток». Приобрести билет онлайн можно за 3 часа до начала сеанса. В кассе, на улице это можно сделать за час. Мы мониторили на сайте уже билеты, посмотрели, как бронируют. Обновили коньки, купили новый размер и завтра пойдем кататься уже. Мне нравится то, что система вот эта по билетам все-таки, хоть как-то ограничено количество катающихся, более комфортно, особенно с детьми кататься. Уже вечером прошла традиционная праздничная церемония открытия ледового сезона в Подмосковье. Для гостей катка подготовили интерактивное шоу и театрализованное представление с яркой музыкой, огненным шоу и фейерверками. Строительство катка в самом центре Химок – инициатива жителей, которую третий год подряд поддерживает глава Химок Дмитрий Волошин и Совет депутатов. Ирина Роднина, депутат Государственной Думы и трехкратная олимпийская чемпионка по фигурному катанию, дала оценку Химкинскому льду. Мы первые, не первый год это делаем, это уже стало хорошей традицией. Во-первых, он в таком месте, где все знают, что удобно. Второе, здесь достаточно большое пространство. И сделано так, что можно по кругу проехать несколько раз и никого не сбить. И здесь, конечно, хорошо организовано. Потому что можно открыть любую площадку, любой каток, но если нет дирекции, организации и контроля, то иногда бывает, вот этот самотек не приводит к положительному результату. По словам председателя Совета депутатов Сергея Малиновского, в этом году организаторы учли все пожелания химчан. Территория катка составляет порядка двух тысяч квадратных метров. Здесь на территории предусмотрено все. И для детей, инструкторы, пингвины-помощники, также для старшего поколения и возможность бесплатного посещения катка. Каток работает ежедневно. С понедельника по четверг лед открыт с 10 утра до 10 часов вечера. С пятницы и на выходных каток работает до половины 12 вечера.